Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией Пантелеон Юзеф Синдлер или Шендлер. Польский художник в академическом стиле в первую очередь известен обнаженной натурой, религиозными произведениями и картинами ориенталистов. Некоторые из его полотен были вдохновлены польской романтической поэзией. Он был близким другом Киприана Норвида. Родился 26 июля 1846 года. Его первые уроки рисования были в школе изящных искусств в Варшаве у Рафала Хадзевича. Благодаря стипендии Общества поощрения изящных искусств он смог продолжить свое обучение за границей. С 1870 по 1873 год был зачислен в Академию изящных искусств Мюнхене под руководством Александра Штрахубера, Германа Аншутца и Отто Заяца. Затем поступил в Академию Святого Луки в Риме, где работал с Луиджи Качетти. Закончил в Париже в школу изящных искусств с Александром Кабанелли. После возвращения в Польшу поселился в Варшаве и жил там с 1885 по 1894 год. Переехал в Ченстахов, где работал в монастыре Яснагура и руководил собственной художественной школой. Его картина «Ева» получила почетное упоминание на всемирной выставке 1889 года, но вызывала споры в Польше. Некоторые критики сочли, что это было слишком смело, делая «мать человечества» в кавычках похожей на женщину в будуаре. В то время как другие просто сказали, что это не соответствовало их представлениями о том, как должна была выглядеть Ева. В 1895 году совершил длительную поездку по долю и Крым. Вернулся в Варшаву в 1902 году и умер там три года спустя. Умер 31 января 1905 года в Варшаве. Вот так вкратце из переводной википедии о польском художнике, который работал в академическом стиле, который известен прежде всего обнаженной натурой, религиозными произведениями и картинами ориенталистов, Панталеон Юзеф Синдлер или Шендлер. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok